Здравствуйте! На телеканале Новый Век программа Вызов 112 в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем, как воспитательница в детском саду била и лишила свободы ребенка. Воспитательница стала носить удары руками по ягодицам, а после чего вход пошла с вязкой ключей и тапочка. Уголовное дело возбуждено по трем статьям. О заложенной на заводе бомбе ему сказали голоса в голове. Во время ремонта автобуса стал замечать, что за ним следят какие-то люди. Чем может обернуться для мужчины общение с невидимыми никому собеседниками? И один в чужом городе. Обратилась женщина с маленьким ребенком, которая была очень стревожена. Поиски пропавшего в Казани 10-летнего мальчика. Это и не только. Прямо сейчас. Угроза убийством 4-летнему ребенку, незаконное лишение его свободы и ненадлежащее исполнение обязанностей работникам образовательной организации. Расследование уголовного дела в отношении бывшей воспитательницы одного из казанских детских садов закончено и передано в суд. Согласно материалам дела, 42-летняя женщина сначала душила нежелавшего спать ребенка подушкой. Затем избила его связкой ключей и заперла. С деталями ознакомит Нафиса Минязова. Все случилось в ноябре минувшего года. Как установили следователи, теперь уже бывшая воспитательница по расписанию завела малышей в спальную комнату на тихий час. Во время тихого часа 4-летний мальчик не спал и мешал спать другим. За это воспитательница решила его побить по ногам и по ягодицам рукой. И затем применила связку ключей и тапок. Но только на этом она не остановилась и решила придавить его лицо подушкой и удерживала его так не менее 5 секунд. Затем схватила его за руки и за ноги и потащила в служебную комнату. И там заперла его. В этот же день родители мальчика, забрав ребенка из детского сада, заметили странности в его поведении. После расспросов мальчик все же рассказал, что произошло. Согласно заключению судебно-психолого-психиатрических экспертов, ребенку была причинена серьезная психологическая травма. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям. Ненадлежащее исполнение обязанностей работникам образовательной организации. Угрозу убийством и незаконное лишение свободы несовершеннолетнего. По итогам расследования, ей предъявлено обвинение в ненадлежащем воспитании несовершеннолетнего, угрозе убийством, а также незаконном лишении свободы. Следствием собрана достаточно доказательственная база, в связи с чем уголовное дело, с утвержденным обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу. Если вина бывшей воспитательницы детского сада будет доказана, ей грозит немалый срок реального лишения свободы. Нафисаминязова, Адель Малахметов, вызов 112. Один человек погиб в огне в одном из садовых товариществ в Тукаевском районе. Сильно обгоревшее тело нашли в том, что осталось от бани. Еще один пожар вспыхнул также в дачном товариществе, но, к счастью, уже без жертв. Анна Городова продолжит тему. Сейчас на месте пожара в садовом товариществе Ивушка целыми остались лишь кирпичные стены. Все остальное превратилось в руины. Незадолго до произошедшего очевидцы заметили вблизи этого места посторонних людей. Однако свидетели сбиваются в показаниях, поэтому точная причина пожара еще не установлена. Рассматриваются две версии. Неосторожное обращение с огнем, либо поджог. За несколько часов до этого ночью в садовом товариществе Шельна загорелась баня. Спасателям соседи сказали, что там может быть человек. Родители ему, по-моему, не давали эти ключи от дома. И он там... Вчера вот вечером мы стояли там наверху. Подошел, сигарет попросил. Все. А ночью вот случилось. Соседи по даче объяснили пожарным, что находившийся внутри мужчина инвалид и передвигается на костылях. После тушения в ходе разбора завалов спасатели обнаружили его сильно обгоревшее тело. Со слов матери погибшего установлено, что на дачный участок ее сын приехал за две недели до возникновения пожара. Он все время проживал там. Когда было холодно, то есть жил в садовом доме, когда было холодно, то шел в баню и грелся в бане. Там же спал. Рассматриваются две версии. Неисправность отопительной печи или короткое замыкание электропроводки. Также специалистам предстоит установить причину смерти человека. Анна Городнова, Елена Камалова, Сергей Вильданов. Вызов 112. Вместо пенсии на скамью подсудимых. До суда дошло уголовное дело в отношении мужчины, сообщившим о заложенной бомбе на одном из заводов в Нижнекамске. 19 апреля минувшего года 59-летний мужчина из своей квартиры позвонил по номеру 112 и сообщил, что в 5 утра предприятие взлетит на воздух. Для утверждения этого, говорит, у него были веские причины. Информацию ему сообщили, и он не мог не поделиться ей с правоохранительными органами. Альбина Минебаева знает, почему же вместо благодарности на него завели уголовное дело. И кто рассказал мужчине о теракте. В автобусе с государственным номером 551 18 апреля 2017 года, примерно в 17 часов, была заложена бомба. Об этом в правоохранительные органы сообщил 59-летний мужчина. Сейчас он на скамье подсудимых. Нижнекамец просит лицо не показывать. С повинной пришел сам. На заводе работал автомехаником. Во время следствия пояснил свой поступок. Во время ремонта автобуса стал замечать, что за ним следят какие-то люди. Подумал, что хотят забрать его документы на землю. Поэтому спрятал их на территории. Позже в водительской комнате увидел в его телевизионном экране подобие сим-карты. Сделал вот, что это тоже слежка. На допросе рассказывал, голоса в голове убеждали, что террористы установили в автобусе бомбу. При промедлении возможной жертвы о своих убеждениях тут же сообщил в полицию. Ответ психолога действия Трофимова на момент совершения инкриминированного ему повышения были обусловлены психопатологическими факторами, а не его индивидуальными психологическими особенностями. Свою вину подсудимый признал частично. Дозвонил о бомбе, сообщал. Но ведь искренне верил, что делает доброе дело. И попросил судей очень сильно смягчить наказание. Последнее слово о вынесении приговора отложили до 10 мая. Максимальное наказание по этой статье до трех лет заключения. Однако сторона обвинения с учетом данных о личности подсудимого и его явки с повинной запросила один год ограничения свободы. Альбина Винебаева, Гулианик Матулина, Фахри Исламов. Вызов 112. Три группы браконьеров задержали сотрудники экономической безопасности на реках Татарстана. Задержанные ловили рыбу сетями, в том числе и в особо охраняемых природных зонах. Алина Бережная о незаконном улове и возможной за него ответственности. Сети орудий лова, 30 запутавшихся в них рыб, изъяли сотрудники экономической безопасности у троих мужчин. Они занимались незаконным ловом на реке Кама, в особо охраняемой природной зоне Кубышевское водохранилище. Вместе с тем в начале мая задержаны двое других мужчин, которые, находясь на берегу реки Меликеска, также осуществляли ловлю рыбы сетями. В ходе осмотра изъят рыбы, а также орудия лова. В настоящее время по обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Она предусматривает до двух лет лишения свободы. А в отношении трех мужчин, незаконно ловивших рыбу в Петстричинском районе на реке Меша, сейчас только решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Они были задержаны с поличным прямо во время незаконной рыбалки. Алина Бережная, Вызов 112. Ослепленный солнцем водитель автомобиля Киепиканта врезался в фонарный столб, установленный на улице Спартаковская. В результате чего сильно пострадала передняя часть иномарки. Самостоятельно покинуть место происшествия легковушка уже не смогла. Для этого понадобилась помощь эвакуатора. Сотрудники автоинспекции помогли туристам из Екатеринбурга найти потерявшегося сына. Когда гости столицы Татарстана любовались красотами Кремля, 10-летний мальчик пропал из виду. Родители пытались его найти сами, но не смогли. Прошло уже слишком много времени. Как сотрудники ДПС искали пропавшего? Лина Зинатулина прошла тем же маршрутом. Обратилась женщина с маленьким ребенком, которая была очень встревожена, в связи с тем, что она потеряла ребенка лет 10. Старший лейтенант полиции Андрей Лукин вспоминает тот день, когда к нему обратились с просьбой найти пропавшего 10-летнего ребенка. Говорит, что мать была сильно встревожена. Их сын города не знает, куда мог пойти, не представляют. Муж, жена и двое детей приехали полюбоваться столицей Татарстана из Екатеринбурга. В Кремле потеряли мальчика из виду. Супруги пытались найти его сами, но поиски результатов не дали. Семья с младшим ребенком в коляске выбежала через Спасскую башню на площадь 1 мая. Там они увидели сотрудников автоинспекции, рассказали о случившемся и передали приметы сына. Данная информация незамедлительно была передана всем нарядам сотрудников полиции для быстрого обнаружения пропавшего ребенка. Сотрудники автоинспекции решили обследовать прилегающие улицы на автомобилях, посадив родителей в разные служебные машины, инспекторы ДПС выдвинулись на поиски ребенка. Через 15 минут мальчика увидели возле парка Черное озеро. Он просто увлекся и потом не увидел родителей рядом. Куда идти тоже не знал. В свою очередь я попросил, чтобы она уж не ругала ребенка сильно. Потому что всякое в жизни бывает. Поэтому она пообещала, что я не буду ругать. Женщина увидела своего сына и успокоилась. Вскоре туда же подъехал второй патрульный автомобиль с отцом ребенка. После того, как родителей потерял, он решил проехать по тому месту, где оставили машину. Но даже место машины, где он оставил, он даже там точно не помнит. Благо то, что мы его сами нашли. Потому что не думаю, что в нашем большом городе он бы смог сориентироваться, так как приезжая из другого города. Родители поблагодарили автоинспекторов, а пообещали впредь стараться не упускать детей из виду в многолюдных местах. Лина Зинатульна, Нафиса Минязова, Адальмул Ахметов. Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Альвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин